добрый день сегодня у нас в студии ли он мазин руководитель общины возвращенные на сион из хайф и израиль скоро общение как я знаю будет 20 лет срок в общем то можно сказать и маленький но и не маленький может для там больших конфессий маленький но для даже каждого человека 20 лет определенный рубеж что за это время достигнуто если вообще вот как сейчас модно говорить видение и планы там есть ли параметры по которым можно сказать вот этих итогов мы до достигли а этого не достигли на будущее на прошедшее попытаюсь ответить кстати вопрос не застает меня в расплох потому что вчера один из наших людей которые сделать какие-то переписки то попросил меня по вопросу двадцатилетия общины написать небольшой статью артикл и я написал его я прямо буду вам все папа по ней вам говорить вообще как бы легко я начинаю там с цитаты из 23 главы бытия и там сказано в русском по-другому сказано в русском языке на жизни сариной было сто двадцать семь лет и умерла сара в хевроне в кириат арба на иврите сказано иначе и жизни сариной было сто лет и 20 лет и семь лет Ну, то есть, именно разбиты Вот на три цифры И стандартный комментарий На эти стихи говорит Примерно так, что в сто лет В сто двадцать семь Она была мудра, как столетняя Ну, то есть, это считается потолок мудра Но еще не ушла в маразм Дай всем нам Бог быть такими Потому что, к сожалению, мы видим Часто люди в старом возрасте В сто лет Она была такая же красивая Как двадцатилетняя То есть, Бог хранил ее Поэтому в писаниях есть такие слова Что Бог и в старости дает Возлюбленному сочность И все такое А в двадцать лет она была Тимима Тимим это чиста, как семилетняя Мы знаем, что в двадцать лет Некоторые проходят такие вещи К сожалению, особенно в наши дни Да, особенно в наши дни Так вот, двадцать лет, вот по этому Комментарию, это красиво Красиво Яфа Опять-таки, другой комментарий Когда Ноах Ной Благословляет своих сыновей После того, как там Хам сделал ему подлые вещи Он говорит Шему одни слова А Яфет он говорит такие слова Благословенно распространится Яфет И это случится, если он будет почивать В шатрах Шема То есть, Яфет от слова Яфе Красивый Красивый, как Саров Двадцать лет Он будет распространяться Это его возможность Если он будет почивать в шатрах Шема Шена Сима Сима, да Шатры Шема Это вот это вот слово Которое от еврейского народа пришло И мы видим, что европейская нация Она распространилась по всей земле И в Австралии И там, и там, и там, и там И достаточно сильна И красива даже Даже Лицом Короче говоря Мы Община двадцать лет Мы красивая община Я считаю, что мы красивая община И наши люди красивые люди И Полны желания Жизни У нас есть Самые разные возраста в общине От Новорожденных детей До достаточно Почтенного возраста Стариков У нас есть несколько человек Которым под девяносто Или за девяносто И Я хочу сказать Мы не очень большая община Ну сколько там нас По членским нашим бумагам Там человек сто тридцать Сто сорок Но приходит И как бы В общем Туз Побольше Конечно И это до восемнадцати лет Там еще много детей есть И все такое У нас есть люди Которые Ну к сожалению Теряются по пути Которые были Ушли По идеологическим соображениям Кто-то отступил Кто-то из детей Пройдя какой-то период Сказал Больше не хочу идти с вами Ну Как в любой общине Но мы хорошая Мы красивая община У нас достаточно здравые отношения У нас нету Много локтей Ну может быть где-то есть У нас нет много сплетен Может быть где-то есть Но это как бы Все В рамках статистических норм Да Даже Даже заниженные Эти нормы Я благодарен Богу Что он позволяет нам так быть То есть Бог нас благословил Благословил прекрасным местом И Мы позволяем Разным Самым разным инициативам Из общины Проявляться Я Рад За массу Инициатив в общине В которых лично я Кроме как бы Благословить эту инициативу И не принимаю никакого участия И я вижу что люди Не только из Old stuff Старые волки А те которые Недавно пришли Они участвуют И делают Конечно Всегда есть И мы с постсоветским Характером Часто видим Вещи более критические Чем они есть Но я хочу сказать Я благодарен Богу И за всех тех людей Которые участвовали В этой стройке В этом И как яфет Распространяется У нас есть Бродкастинг Когда мы Через одну передачу Распространяем Массу Вещей Стали в определенной Мере Микронно Но Посодействовали Многим общинам Мессианским Особенно Выстроить свой стиль Поклонения Более-менее Микронно Повлияли на Некоторые христианские Общины В еврейских корнях И эти христианские Общины Стали намного более позитивны К Израилю Увидели это Как откровение Поэтому я могу сказать Слава Господу Богу И опять-таки Это не Леон делает Это делает вся команда И что можно еще сказать А какие были За это время Самые трудные моменты Можно было бы выделить Вот за 20 лет Существования И наоборот Какие были победы Яркие Самыми трудными Я бы назвал Предательство В каждой общине Такое есть И у нас Такие вещи были Когда такие вещи совершались Ты поначалу думаешь Как это Баба с телеги Кобыли легче Да Баба с воза Кобыли легче Да Но на каком-то этапе Ты начинаешь чувствовать Как тебе Плохо внутри И такие вещи были Неоднократно Были Может быть Не грандиоза Но было где-то Это наверное Были самыми Сложными Моментами Когда вдруг Человек На которого Ты смотришь Как бы с надеждой Раз И С воза И вот это Были Как бы Сложные моменты Очень неприятно Когда вдруг Случается Какая-то Необоснованная Критика То есть Человек Издумывает Себе Какие-то вещи Начинает Какие-то Дрязги Такие тоже вещи Были Но вот это Наверное Очень проблематично Я Моя голова К сожалению Не очень Помнит Все эти вещи И я Особенно Ну и к счастью Да Я на них Стараюсь Не сосредотачиваться Что было радостного У нас здесь Были свадьбы У нас Рождались Рождались Дети Мы видели Как дети Женятся И рождают Следующих Детей Мы Прошли здесь Массу Бритмилот И бармит То есть Обрезание Да И когда Дети Посвящали себя В служении Господу Богу Мы Видели Что из Общины Поднялись Люди Которые Переехали В какие-то Разные Места И сами Стали Лидерами Руководителями Я вижу Целое Поколение Толкователей Писаний Что мы Не прогоняем Их Через Какие-то Библейские Школы Но В собрании Разбирается Слово И У нас Много Ну я Не побоюсь Сказать Грамотных Проповедников Если В один Момент Господь Изменит Правила Игры И Руаха Кодиш Будет Больше Излит На землю Израиля И нужно Будет Начинать Новые Группы Или даже Новые Общины То я Думаю У нас В общине Есть Как минимум Десяток Может быть И больше Братьев Каждый Из которых Может стать Очень Неплохим Учителем Который Поведет Людей Легко Ну как бы Это Приятно Ну как Я уже Повторюсь Я скажу Что Мы Миролюбивая Община И У нас есть Много друзей Здесь И в Израиле И за рубежом Но вот такой Личный вопрос Если скажем так Гипотетически 20 лет назад Ну или чуть Наверное Позже Или раньше Относить на нас Вот Стала бы Возможность Леону Мазину Как человеку Выбирать Идти этим путем Или нет Становиться Роя Кигела Или руководителем Общины Или нет Становиться Какое было бы Решение Сегодня Это вопрос Непростой Я Правду скажу Что Периодически Я думаю Каждый Руководитель Общины Пастор Проходит Через Личные Внутренние Внутренние Разборки И я благодарен Богу за те 20 лет, что Он позволил мне руководить этими людьми и видеть, как многие выросли и стали, как написано в Ефесянах 4 главе, Он поставил людей в разные позиции, чтобы они воспитывали других и приводили их в полный возраст Машеха, чтобы люди взрослели головой и сердцем. И я вижу этих людей, видел этих людей, вижу этих людей и благодарен. К сожалению, вижу также много балагана в некоторых людях, им с возрастом это не пошло в пользу, ну как бы не это в пользу не пошло, а их жизнь нуждается в дополнительных изменениях. Все это тоже вижу. Спасибо. У нас в студии был Леон Мазин, руководитель общины «Возвращенный на Сион» из города Хайфа, Израиль. Спасибо за внимание. До свидания.